Востребована ли поэзия в настоящее время? Это искусство необходимо тем, кто любит читать, старается понять и прочувствовать то, что написано поэтом. И встречи с известными авторами очень помогают открыть дверь в поэтический мир. О такой встрече с поэтом Вячеславом Качиным мы расскажем в нашем репортаже. Подлинная поэзия имеет свойство не стареть, и одновременно она отражает в себе приметы быстротекущего времени. Стихотворения – это лирический срез жизни, и они оживают благодаря таланту и искренности поэта. Вначале все-таки было слово, а поэзия – это слово, это музыка, слово. Да, время цифровое, все очень стало быстро, поэзия тоже видоизменяется, как в общем-то язык изменяется в нашей русской и любой другой, так и поэзия видоизменяется. Но все равно Россия – это страна поэтическая, потому что в России люди, на мой взгляд, они достаточно романтичные. Жить в такой необыкновенной стране, как Россия, и быть свободным от творчества нелегко. Для Вячеслава Качина стихи стали способом самовыражения, возможностью выразить красоту и неповторимость жизни, поделиться своими размышлениями на важные для всех нас темы. У меня и философская лирика есть, и есть гражданская лирика, есть любовная, безусловно, лирика. Но все-таки это проходит через всю мою жизнь, и какие-то зарисовки, какие-то в памяти всплывают, что-то в текущем не замечаю, что-то, как я уже сказал, в памяти всплывает. Поэтому я не привязан к какому-то одному направлению. Поэт становится снова своего рода таким глашатым. Я даже вижу по своему туру, по работе, все больше и больше людей приходит послушать стихи. На встрече со славянцами в городском доме культуры Вячеслав Качин читал свои стихи. Его чтение было очень выразительным и помогало найти главное в стихотворении. Актерское мастерство позволяло поэту донести свои мысли и чувства до каждого неравнодушного сердца. Есть такой человек, как маяк, с батарейкой большого заряда. Ну, давай назовем его так. Человек, которому надо. Он не знает подсчета часа. Он, как ветер, как скорость снаряда, не дает успокоиться нам. Человек, которому надо. Это будто на голову снег. Это в сердце теплеет от взгляда. Это просто такой человек. Человек, которому надо. И под сполохи северный свит. Или в южную ночь звездопада он опять почему-то не спит. Человек, которому надо. Даже если уходит любовь, все равно не погаснет лампада. А погаснет, зажжет ее вновь. Человек, которому надо. И не важно, чем память, тем век. Ведь, условно, любая награда, в каждом зеркале есть человек. Человек, которому надо. Поэт умеет сказать просто о сложном. Умеет найти красоту в обычном. Его лирические размышления заставляют читателя обратить взгляд на собственную жизнь. Он продолжает традиции мастеров слова золотого и серебряного веков русской поэзии. Я, конечно, придерживаюсь абсолютно канонического понимания поэзии. Конечно, это и хоры, и ямпы в большей степени хоры. Много других размеров. Гегзаметра, конечно, у меня нету. Это, так сказать, не древнегреческая поэзия. А так нет. Я придерживаюсь, конечно, что классическая поэзия серебряного, золотого века – это базис. А и в этом формате нужно искать свой звук, находить себя. В этом формате нужно мудряться как-то отличаться от других. Молодежь сегодня, многие занимаются поэзией, мало кто дальше продолжает этим заниматься и остаются. Но если человек остается в поэзии, он все равно изучает ее. И, конечно же, он приходит к классическим формам, но содержание уже вносит свое. Поэт отражает себя, свое мироощущение в стихах. И пусть это звучит возвышенно, поэзия для Вячеслава Качина давно уже стала настоящим смыслом жизни. Извините за высокопарность, но это мой смысл жизни. Я этим живу, этим живу давно. Больше 40 лет. Сейчас мне почти 60, но вот с 10, где-то 11 лет я начал этим заниматься. Потом заканчивал один вуз, второй вуз гуманитарный. Ну, в общем, все это имеет отношение непосредственно к поэзии. Да, и у меня эта потребность. Я жизнь, знаете, так скажу вам даже такой, может быть, метафорической фразой, я жизнь слышу в рифме. Поэт на встрече отвечал на вопросы. Интересовали славянцев факты его биографии, спрашивали и о творчестве. Благодаря непринужденной дружеской атмосфере, царившей в зале, время пролетело незаметно. Многие славянцы открыли для себя настоящего поэта со своим необычным видением мира. Слав Германович Качин – это очень интересный человек, очень интересная личность. У него была яркая красочная жизнь, которая меня впечатлила. Я также начинающая поэтесса, и мне откликнулось его творчество. Многие его стихи вызвали большой резонанс. По завершении встречи желающие смогли приобрести новую книгу автора, сфотографироваться с поэтом и получить его автограф. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...